здравствуйте друзья у нас гость тот самый хвостович который не оставил шанса местным таксистам заработал все деньги и меня часто спрашивают а вы говорят михаил не хотите тоже как хвостович там поуберить да значит а часто доводится уберить ну как бы первое время когда первые деньги получаешь то есть тогда вообще бонус был большой 1000 долларов то есть я отъездил стабильно там пару месяцев а сейчас уже нет ну как бы сейчас уже интерес в том чтобы просто кого-то привести и за это получить реферальный бонус это я получаю деньги человек который по моей ссылке пришел тоже получать не понял то есть перешло в чисто не в работу в бизнес такой ну да так я хочу ребятам сказать что саша когда-то пошел на практику я уже не по когда это было я не даже не знаю когда это было три года может с половиной в общем порядком пошел на практику его там оставили на этой практике потом он и вот он с тех пор так вот сидит можно сказать на одном месте да но самое интересное периодически прихожу и мы набираем нашу компанию интернов и новых практика да и со школы уже у нас работает которых вот как бы я интервью уже четыре человека вы то есть их тоже оставили да их оставили они теперь на фултайме так вы растете что все да растем то есть мы уже мы уже вышли с этого со стартапа в айпио уже открытая компания как вы уже все на маркете да уже акции есть ну да есть так вам дали что-то за за несколько лет ну дали надо еще несколько лет доработать чтобы все додали но далее а если вот допустим продать то что есть сейчас что-то останется или пока еще не очень например а половина еще останется нет я не про акции в деньгах что-то останется останется то есть вы уже заработали что-то вот отлились значит им ваши практикантские слезы там расскажите эту самую историю трогательную как вы нашли работу и а вас удержали в компании она это было смешно да ну я у меня постоянно обещали повышение и но его никак не давали оплатили немного заплатили ну паре меркам долины не очень много и поэтому я скажем так устала ждать и пошел искать работу я нашел работу тогда на 70 тысяч по моему а я получал 45 или 50 45 получал да и со мной еще работает бицуха ну кто смотрит мой канал знает да и значит я пришел скажу что и все я увольняюсь и две недели но они как куда то есть давай оставаться я решил и не ну я и все они давай и вот денег это нет нет ну что что сделать ну если оставаться то тогда надо как бы повышать зарплату и мне и как бы товарищи с которым я начинал работать потому что как-то это будет неправильно правильно в итоге нам двоим там и не по фронтовому нам двоим дали по 80 тысяч в год вот что-то осталось нормально но с тех пор были повышения были несколько то есть вы как бы уже так можно сказать как порядочный айтишник в кремниевой долине я бы сказал непорядочный айтишник но среднего уровня QA инженер то есть это не сеньор еще но вот нормально нормально ну хорошо так и Оля тоже какую-то копейку приносит да Оля приносит копейку Оля тоже отучилась в школе пошла работать сначала на практику потом ее взяли интерном другую компанию и сейчас эту компанию уже купили и там она сейчас как консалтант работает ну если принципе может быть она будет искать уже новую работу то есть как Михаилу советовать а может быть и дадут фултайм через некоторое время надо пока только компанию купили надо ждать ну конечно да значит я хочу сказать что Саша сегодня пришел тоже практикантов набирать он не то что зашел и говорит а вот давайте интервью запишем он шел по делу слушайте вы тут прилично просидели мы проинтервировали 10 человек примерно 15 плюс 5 минус 5 минут времени каждый ну мы да с 10-30 до 2 до 2 до 3 с половиной часа из 10 человек отобрали двух которые вообще просто подходят вот стопудово и еще четырех запасных которых можно взять если вдруг там первые два не смогут так хорошо в принципе 60 процентов acceptance rate а какой достаточно сложное интервью у нас какой процент процент какой процесс вот хорошо поговорили это был Саша его менеджер ну да значит поговорили что дальше вы компанию позовете ли нам их позовем в компанию будет потом внутреннее интервью уже с другими как бы членами команды и директором нашим непосредственным и ну как бы если уже человека позвали в компанию то его уже скорее всего возьмут если вот на таком при скрининге его выбрали то там уже возьмут это будет время ну там то есть какие-то просто технические детали так чтобы не взяли человека это надо что такое что случилось что вот прям не знаю пришел и драку начал там с кем-то ну или там у менеджера кофе отпил понятно ну что же хорошо то есть но будут говорить с теми двумя или будут говорить сразу с шестью запасные двумя с двумя то чтобы время не тратить да запасные только в том случае если с этими двумя что-то не получится или они не смогут или кто-то еще им предложат работу они согласны но изберут именно на практику на этом скажем пару месяцев у нас такой процесс что у нас ну процентов на 90 практикантов что со школы приходило они в итоге потом получили фута да но они приходят по условиям на на какой срок сначала обычный интернет три месяца или шесть это может разниться потом дают контракт еще там где-то три либо шесть месяцев но уже больше денег ну конечно то есть начинают там типа долларов 15 потом если контракта это может быть там 25 там до 60 тысяч и когда уже full time дают то там 60 плюс то есть сейчас не дают уже как вам в то время 40 нет ну что же хорошо ладно так двое то есть менеджер сказал что вот я бы этих двух там взял да ну мы как бы с ней обсуждали и просто согласились на этих двух кандидат но мы ищем двух но это вот среди тех с кем вы разговаривали у меня было такое ощущение у тебя просто еду они там в коридоре сидят ждут у меня такое ощущение что там вообще одни индусы были или нет не 50 на 50 а вот разные были но те которые понравились они какие по моему один из россии другой из индии но я не я не я не знаю мальчики да ребят а у вас вообще основном парни там нет девчат тоже есть потому что меня часто спрашивают а вот кого больше а я-то поскольку у нас в школе девчонок много парней это больше в любом случае понимаете ну как бы эта тенденция просто такая но немного девушек идет в инжиниринг начнем с этого но просто у нас в школе одни девчонки поэтому девушки тоже есть да ну что же хорошо то есть а можно так сказать что вот девушка есть например свободная и вот она попадает там куда-нибудь войти компанию а то есть сразу как только бонус такой внимание дополнительного там а то не сидят бедные у компьютера у них девушки нет там того нет и вдруг раз девушка а я думаю что наверно но как бы это все очень индивидуально правильно не все же девушки хотят пользоваться таким вниманием не всем интересно кто-то пришел ради чисто работы поэтому не ну естественно но как-то по как бонус ну что же хорошо а я хотел развить вот эту тему что интервью непростое и чего такое вот у вас ну просто как бы я подавал резюме как бы и я как бы я себя искал и ищу до сих пор на фейсбуке то есть я буду у меня есть список резюме которые мне писали я буду просматривать но когда я говорил что надо нетворкинг да и линукс как интерн или новичок кюэй щек и все такие вау как ну как так какой же это новичок то есть ну как бы оно в принципе простое но именно для новичка наверно но не просто потому что надо знать там как в командной строке там в линуксе поменять допустим айпи адрес условно говоря да или там какие то моменты как дебагать ну в основном моменты нетворкинга там какой айпишник может другой пинговать если там менять не менять нет маска какие такие вопросы но ведь это же на самом деле за 15 минут показал человеку и работают ну да но не все это знают не везде это почему-то нет я с точки зрения компании если человек правильный ты ему показал там пингует совершенно верно показать абсолютно не долго и быстро но просто если у человека уже есть какой-то в этом опыт то естественно будут больше смотреть в ту сторону которую где человек уже знает ну вот ну тем более если прицел на то чтобы оставлять да то конечно хочется того кто больше знаю и в первую очередь мы наверно смотрим на людей которые хотят учиться сами то есть они такие self-motivated и это берешь человека ты ему показал раз два три но но не не знаю невозможно работа человеком которому надо показывать сто раз но это тяжело да поэтому поэтому и смотрят так чтобы вот человек как ты будешь сказать я буду гуглить я найду проблему если не получится тогда спрошу класс подходишь а если он все время одно и то же приходит спрашивает и вроде что-то и записываю потом опять приходит спрашивать но я я не знаю а есть такие ну как бы в практике было но я с такими людьми мне сложно работать это надо социал-воркером быть так я и был социал-воркером все равно сложно да ну хорошо ладно давайте мы сашу отпустим вот он сейчас вот и кофе свой же не напил там остывает давайте мы так помашем рукой у нас повод есть хороший у нас тут и рождество и новый год правильно да всех с наступающими возниками счастья здоровья приезжайте в америку идите учиться в школу становитесь киеве щеками и живите счастливо да или просто приезжайте а дальше разберетесь да счастливо пока